Если не будет готов сквер, то мы без открытия памятника. Вопрос стоял о переносе Вальчинского. Ну, естественно, если вы понимаете, если трезво подходите, если мы отдадим Вальчинск, то он уже не вернется. Поэтому будем фибрами души говориться, отстаивать проект на уровне Назарова. То есть пока окончательно на уровне Министерства не определено Арчинск и Назарова, да? Нет, по Вальчинску вопросу вообще не стоит пока. Просто если вдруг возникнет вопрос, то он может возникнуть. Ну, если, конечно, Министер принять позицию, принести его туда. Но опять же, как без памятника, Ладына, это гвоздь, как говорится, программа проводить в Вальчинске тоже нет смысла. Ну и нам, естественно, потеряет тот смысл, если мы не сделаем сквер. Так, а что в начале года мы готовили это мероприятие? Я раньше не раз его готовил, да? Мы всегда говорили, что правительство края, то есть мы готовим здесь все мероприятия, встречи, проводы, подарки, организационное техническое обеспечение, а правительство края брали на себя приглашение, финансирование гостей, соответствующие оплаты и коммунировочные расходы. В начале года всегда мы уже знали, есть ли в смете Министерства культуры затраты на приглашение энного количества актеров, команды, их сопровождение, то есть у них должны быть заложены деньги уже в бюджет. В бюджет упрежден 21-го года. В Министерстве культуры должна быть расход для статья. В проведении форума в городе Назарово там условно 5 миллионов рублей. То есть в начале года эта цифра всегда была известна. Так вот вопрос. В Министерстве культуры есть смете расходы проведения 10-го юбилейного форума в городе Назарово? По прошлому году, правильно, вы правы, были заложены 5 миллионов рублей. В этом году я, честно признаю, смету не видел, но по информации специалистов там 7400, оно заложено в этом году. То есть это финансирование предусмотрено? Я не видел смету, мне смета пока не доведена. Но по информации специалистов 7400 где-то прием, но не так говорить. Дай бог хорошо, там 7 или 8, не важно, то есть там 6 миллионов, это уже не суть важна, да? Да, порядок цифр там, ну меньше пригласят, меньше оплатят, скажи, Минкультура пусть принимает решение. Самое главное, чтобы в смете Минкультуры, в расходах бюджета культуры, эта цифра была в 2021 году. Вот как бы ее узнать, есть она или нет, и если нет, я думаю, что сегодня надо уже бить тревогу, и в то, что я готов и как, я думаю, в Горсовете, я как бы пытался подписаться в адрес вице-премьера, там Подкорыкова, который курирует культуру, Алексей Викторович, либо там министр ваш, подписать, что мы бьем тревогу, 10-й юбилейный форум, и просто мы настаиваем, чтобы это событие совершилось в городе Назарова. То есть город, это, ну, брендовое мероприятие. Если мы его потеряем, мы будем проводить только краевые эти консульки, только какие-то там станицы разные, там, фольклорные материалы. Значит, раньше не против Назарова, я так понимаю, все будет зависеть от подрядчика на сквере, насколько быстро он сработает. Ну, это уже вторая тема. Понятно, что первый вопрос, если это будет да, тогда будет тему, тут надо выворачиваться и делать все возможное и невозможное, что, я понимаю, если парк не в полном объеме будет завершен, то, по крайней мере, какая-то магистральная подступа к памятнику, какая-то линия должна быть сделана, где гостей провести. Я понимаю, там деревень и досаде, но общий обзор должен быть сделан. И вот это вот обравление деревянное должно быть снято, которое же сегодня стоит. Мы же все прекрасно понимаем, что ситуация очень серьезная. Мы не понимаем, что комплексная процедура устроена. Поэтому, если помните, что память не изменяет, но в октябре лечественная комиссия этот вопрос обозначал здесь, что есть риски. Когда пришел подрядчик, во-первых, надо было сквер делать объектом, юридическим лицом, то есть сквер латынино, юридическим лицом со своим структурным подразделением и передавать филиалам тому же юбилейному. Тогда вопрос решался проще. Ну, была не оформлена земля, вы сами понимаете, ситуация такая была. Только буквально в феврале месяца этот вопрос решился. Я уверен в том, что сомнение в завершении работ в сквере латынино, оно должно быть основанием снятия в этом году юбилейного мероприятия. Это однозначно. То есть мероприятие должно состояться, это раз, вне зависимости, какого качества будет парк, что там будет сделано и так далее. Почему? Правильно вы сказали. Если в этом году мероприятие будет снято, в следующем году можно о нем забыть. Вообще прекратите в будущем забыть это брендовое мероприятие. А для чего все эти годы мы работали, для чего мы создавали, для чего мы говорили, пели, танцевали, губернатора приглашали, помните, да? Я предлагаю все-таки настрой такой, прям взять на контроль и главе города прям обязать, что это событие должно быть однозначно и не привязывать его к скверу латынина. А скверу латынина это второе мероприятие. Это отдельно, надо стремиться, чтобы хотя бы центральная листья должна быть готова, где гостей провести. Но там можно объяснить. Работа идет, процесс продолжается, вот там деревни засадили, там модульни поставили согласно проекту, да? Ну, по крайней мере, гостей в подножье провели, цветы возложили, митинг провели, а дальше в процессе реконструкции все идет. То есть, а к тому, что это мероприятие однозначно должно быть? Уточнить в Министерстве культуры сумму, стоимость. Если не, значит, давайте от депутатства напишем, просим включить губернатора написать. Нет, вопрос-то не сметок, вопрос о сквере, вопрос-то не сметить то, что не выделили сквер. Деньги они выделены все равно будут, однозначно. Вопрос в другом, будет ли готов сквер. Сегодня подрядчика нету. И подрядчик только определится к концу апреля, пусть он определится вообще. Вот пусть подрядчик этапы им разбивает, и центральную листью для гостей готовит к сентябрю месяцу, когда будет дата, длина проведения. А стануя дальше будет работать. То есть я просто настаиваю мелко, когда мы это создавали, в 50-летней гуре города Назарова. А в 60 лет что мы сегодня в городе создаем?